У тебя когда-нибудь случалось, что кто-то появлялся в твоей жизни таким образом, что ты не мог объяснить? Кажется, что Вселенная, в своей таинственной мудрости, отправила этого человека прямо к тебе. Это не совпадение. Силы большего масштаба в действии, они помещают определенных людей на наш путь по причинам, которые выходят за рамки того, что мы можем видеть. Когда это присутствие глубоко трогает душу, становится трудно поверить, что это случайная встреча. Каждая деталь, каждый взгляд, каждое обмененное слово кажется частью чего-то большего. Существует план, намерение, которое нас меняет, направляет, исцеляет. И, осознавая это, все вокруг начинает обретать смысл. Тот человек, который появился без предупреждения, возможно, в трудный момент, имеет особую причину быть здесь. Речь не только о любви или дружбе, но о духовной связи, способной формировать нашу судьбу. Если кто-то оказал глубокое влияние на твою жизнь, обрати внимание. Сообщения шепчутся в твое сердце, истины, которые ты чувствуешь, но еще не до конца понимаешь. Этот человек находится на твоем пути по причине, которую ты скоро откроешь. Мы не всегда сразу понимаем причины. Жизнь ставит нас в запутанные, болезненные ситуации, и эти люди появляются в самые неожиданные моменты. Но со временем все раскрывается. Тот человек, который вошел в твою жизнь в момент кризиса, который предложил поддержку, когда это было наиболее необходимо, может быть инструментом, чтобы направить тебя в критический этап твоего пути. Эта связь может принести вызовы. Рост редко бывает комфортным. Но цель этой связи глубока выходит за пределы того, что можно увидеть глазами. И, когда ты поймешь, почему этот человек рядом с тобой, ты осознаешь, что все, через что ты прошел до сих пор, готовило тебя к этому моменту. В каждом взаимодействии, в каждой встрече скрыта миссия. И это намерение приведет тебя на новый уровень понимания, исцеления, духовного исполнения. Сейчас самое время открыть глаза, сердце и осознать, что действительно происходит вокруг тебя. Таинственные силы работают в нашей жизни, и именно эти необъяснимые связи приводят нас к величайшим урокам и благословениям. Итак, спросите себя, в чем цель этого человека в моей жизни? Ответ придет. И когда это произойдет, вы будете готовы полностью принять путь, который пред вас лежит. Часто мы не сразу понимаем, какое влияние эти люди оказывают на нашу жизнь. Они, кажется, изначально незначительные встречи, но постепенно оставляют глубокие следы в душе. Это как если бы они раскрывали скрытые в нас части, пробуждая чувства, мечты и даже страхи, которые, как нам казалось, мы уже преодолели. Эти люди не появляются случайно. Они приносят послание, урок, который нам нужно усвоить, чтобы расти и приближаться к нашему истинному предназначению. Возможно, этот человек начал показывать вам стороны вас самих, которых вы не знали. Или он заставляет вас ставить под сомнение убеждения, которые казались незыблемыми. Эти вопросы могут быть неприятными, они выводят нас из зоны комфорта и заставляют нас смотреть в лицо истинам, которые мы предпочли бы избегать. Но именно в этом процессе мы трансформируемся. Когда кто-то входит в наш путь, это не просто, чтобы заполнить моментальную пустоту. Есть что-то большее, чем то, что мы можем увидеть. И даже не понимая до конца, мы чувствуем особую связь, необъяснимое признание. Словно этот человек был послан, чтобы помочь нам преодолеть определенный этап, принося ключ к дверям, которые мы не смогли бы открыть в одиночку. Это присутствие может быть тонким, почти незаметным, но его влияние со временем растет. То, как он взаимодействует с вами, что пробуждает в вашей душе, начинает оказывать преобразующее воздействие. И, не замечая этого, происходит внутренняя перемена. Старая тревога теряет силу, страхи, казавшиеся огромными, рассеиваются. Потому что через этого человека что-то большее действует в вашей жизни, направляя ваши шаги на новый путь исцеления и роста. Но эти связи не всегда даются легко. Часто люди, которые пересекают наш путь, приходят, чтобы бросить нам вызов, заставить нас столкнуться с теми частями себя, которых мы предпочли бы избежать. Они могут поднять на поверхность вопросы прошлого, нерешенные обиды, или обнажить наши самые глубокие уязвимости. Но именно в эти моменты дискомфорта происходит истинный рост. То, что кажется конфликтом или трудностью, может быть замаскированным благословением. Эти ситуации происходят, чтобы мы могли освободиться от старых шаблонов и страхов, которые удерживают нас на одном месте. Человек, который заставляет тебя сомневаться, который бросает тебе вызов, может вести тебя на более высокий уровень осознанности, самопознания. Так что, если кто-то недавно вошел в твою жизнь и заставляет тебя чувствовать иначе, более интенсивно или даже некомфортно, знай, что это не случайно. Дискомфорт – это сигнал того, что тебя бросают вызов расти, видеть за пределами привычного. Ты готовишься к чему-то большему, и этот человек является важной частью этого процесса. Кроме того, люди, которые входят в нашу жизнь с глубоким предназначением, часто помогают нам понять, насколько нам нужна исцеление, будь то эмоциональное, ментальное или духовное. Возможно, этот человек показывает тебе те части себя, над которыми нужно поработать, старые страхи, которые нужно преодолеть, или обиды, которые нужно отпустить. И именно здесь начинается истинная трансформация. Позволь себе услышать, что этот человек хочет сказать не только словами, но и действиями и присутствием. Часто самые большие уроки приходят в форме тонких жестов, маленьких моментов, которые могут остаться незамеченными, если мы не будем внимательны. Но если смотреть сердцем, ты поймишь, что посылаются сообщения, показывающие путь, по которому следует идти. Этот человек, даже не зная об этом, играет важную роль в вашей жизни. Он может переживать свои собственные внутренние битвы, сталкиваться с личными вызовами, но все же является отражением того, что вам нужно увидеть внутри себя. Через это взаимодействие оба могут расти, учиться и приближаться к своим целям. Есть что-то особенное, что вас ждет. Важно доверять этому процессу, даже если сначала это не имеет смысла. Части головоломки постепенно складываются, и в нужный момент все становится ясно. По мере того, как вы продолжаете этот путь, вы заметите, что этот человек не только оказывает на вас глубокое влияние, но и сам также испытывает влияние от вас. Обмен между вами взаимный. Речь идет не просто о получении, но и о даче. Люди входят в нашу жизнь не только для того, чтобы нас учить, но и для того, чтобы мы могли быть источником чего-то положительного в их жизни. Возможно, вы еще не осознаете этого, но вы также играете важную роль в жизни этого человека. Ваше присутствие, ваши слова, ваши жесты могут быть тем, что ему нужно, чтобы двигаться вперед, находить ответы и даже залечивать раны, которые он носит. Часто мы не осознаем, какое влияние оказываем на жизнь других людей. Также, как этот человек показывает вам части вас, которые нуждаются в исцелении, вы также помогаете ему увидеть аспекты, которые необходимо проработать. Это похоже на зеркало, в котором оба отражают то, что другому нужно увидеть. И именно так мы трансформируемся, через людей, ситуации и отношения, которые нас формируют и исцеляют. Возможно, этот человек переживает трудный период, сталкивается с внутренними боями, о которых вы даже не подозреваете. Может быть, он борется со страхами, неуверенностью или травмами прошлого. И каким-то таинственным образом вас поместили в его жизнь, чтобы быть опорой, светом в темноте. Ваша роль важна, даже если вы этого не осознаете. И именно поэтому эта связь так особенная. Существуют моменты, когда нас призывают быть инструментами чего-то большего в жизни другого человека. И это может происходить самыми простыми способами, словом утешения, улыбкой в нужный момент или даже тихим присутствием, которое передает мир. И также, как этот человек помогает вам расти, вы тоже становитесь силой, которая ему нужна, чтобы оставаться на ногах. Часто этот обмен происходит тихо, за кулисами сердца, но он реален и глубок. Кроме того, со временем вы начнете замечать, как этот человек тоже меняется. Он может не говорить об этом словами, но его жесты, его поведение начинают показывать изменения. Это как будто что-то внутри него просыпается, что-то, что было спящим или забытым. И вы являетесь частью этого пробуждения. Возможно, он начинает видеть жизнь иначе, с большей надеждой, и это благодаря вашему присутствию, энергии, которую вы приносите в эти отношения. Связи, которые у нас есть, могут менять нас и людей вокруг нас. Жизнь соткана из этих отношений, и вы находитесь именно там, где должны быть, выполняя важную роль. Поймите, что этот человек не случайно в вашей жизни. Существует более высокая цель, которую вы проживаете вместе. Возможно, эта цель пока не совсем ясна, но все уже выстроено. Каждая деталь организована, каждый шаг направлен, и в нужный момент все откроется. Иногда процесс может быть болезненным. Отношения, которые имеют глубокую цель, часто бросают нам вызов, выводят нас из зоны комфорта, потому что заставляют нас сталкиваться с частями самих себя, которые нужно изменить. Может быть, этот человек, сам того не осознавая, касается ваших самых глубоких ран, вызывая страхи и неуверенности, которые, как вы думали, уже преодолели. Но именно через этот дискомфорт вы и будете расти. Если эти отношения кажутся запутанными или сложными, если вы чувствуете себя разрывающимся между желанием уйти и желанием остаться, знайте, что это нормально. Это часть процесса. Часто такие ситуации служат для того, чтобы научить, нас доверять, уступать контроль и поддаваться тому, что происходит. И когда вы, наконец, сделаете это, вы поймите, что все происходило так, как должно. Доверие к тому, что находится за всем этим, позволит этим отношениям расцвести в нужное время. И вот здесь вступает вера. Вера – это фундамент, который поддерживает эти глубокие связи. Вы можете не понимать сейчас, почему этот человек в вашей жизни или что именно показывается вам, но нужно доверять, что все имеет значение. Вера будет поддерживать вас, даже когда обстоятельства кажутся запутанными или сложными. Все происходит так, как должно быть, и в каждом детали есть смысл. Этот человек, таким образом, является частью вашего процесса трансформации. И также, как вы подвергаетесь воздействию, он или она тоже находится на пути самопознания и исцеления. Оба вами направляются чем-то большим, и даже если путь не ясен, можно доверять, что вы находитесь в правильном месте, с правильным человеком, в правильный момент. Каждый шаг этого пути является частью идеального плана. В конце концов, все станет на свои места. Каждое испытание, каждое сомнение, каждый момент неуверенности готовили вас к чему-то большему. И когда придет нужное время, когда все станет ясно, вы оглянетесь назад и увидите, как каждый деталь был идеально устроен. В конце этого пути вы поймете, что каждый момент, каждая встреча, каждое слово, обмененное с этим человеком, имели более глубокий смысл. Ничто не было напрасно. Все трудности, которые вы преодолели рядом с этим человеком или из-за него, имели цель вас сформировать, сделать вас сильнее и приблизить к вашей самой чистой сути. И когда вы это осознаете, начнете смотреть на отношения в своей жизни под новым углом. Когда кто-то особенный пересекает наш путь, это потому, что этот человек имеет что-то важное, чему он может нас научить, но также потому, что мы должны быть источником чего-то положительного для него. Все в жизни обмен. Отношения, которые у нас есть, строятся на взаимности, и обе стороны всегда выходят из них измененными. Даже когда урок труден, даже когда процесс включает боль и дискомфорт, есть глубина в том, что раскрывается впоследствии. Вы – жизненно важная часть истории этого человека, так же как он – вашей. Продолжая идти по этому пути вместе, помните, что любовь и понимание – самые мощные инструменты, которые у вас есть. У вас есть способность любить глубоко и искренне, и именно эта любовь станет основой всех преобразований, происходящих как в вас, так и в этом человеке. Еще много всего предстоит. Это присутствие в вашей жизни не только подарок, но и возможность. Когда вы открываетесь для этой истины, позволяя себе полностью жить этими отношениями без страха и без оговорок, вы начнете видеть те изменения, о которых всегда мечтали. Все сговариваются в вашу пользу, когда вы действуете с открытым сердцем, с верой и с готовностью идти вперед. Многие раз мы задаемся вопросом, почему определенные вещи случаются в нашей жизни, или почему определенные люди пересекают наш путь в конкретные моменты. И, хотя не всегда мы имеем ответы сразу, мы можем довериться, что есть причина. Люди, входящие в наш путь, являются частью этой мудрости. Некоторые приходят, чтобы остаться на некоторое время, другие на всю жизнь, но у всех есть цель. И у вас тоже есть цель в их жизни. Также, как этот человек помогает вам расти, вы становитесь источником исцеления и преобразований для него. Возможно, вы еще не поняли, какое влияние оказываете на его жизнь, но вы используете способы, которые выходят за рамки того, что могут видеть ваши глаза. Ваши жесты, ваши слова, ваше присутствие свет на пути этого человека, и этот свет направляет его в моменты, которые вы даже не представляете. Эта поездка не только о тебе. Речь идет о том, что вы оба создаете вместе, о влиянии, которое вы оказываете друг на друга, и о цели, которая исполняется. Поэтому позволь себе продолжать жить эти отношения с любовью, терпением и, прежде всего, с верой. Все находятся под присмотром, и каждая деталь происходит в нужное время. Даже если впереди еще есть вызовы, ты можешь доверять, что находишься именно там, где нужно. Оглядываясь назад, когда все станет понятно, ты увидишь, что каждый шаг, каждое сомнение и каждое испытание были того стоит. Потому что в конце концов, то, что ждет тебя, больше, чем все, что ты можешь себе представить. Все под присмотром, ты в безопасности, и каждая деталь твоей жизни осуществляется совершенством. Теперь объяви с открытым сердцем, я доверяю цели и людям, которые приходят на мой путь. Утверждай эту истину и смотри, как это утверждение начинает преобразовывать твою жизнь с сегодняшнего дня. А если ты еще не стал частью этого пути вместе с нами, присоединяйся сейчас. Еще многое будет открыто, много истин будет познано. Помни, ты никогда не одинок, и каждое сообщение, каждый знак – это подтверждение того, что ты на правильном пути. Не упусти то, что ждет впереди. Твое путешествие еще многое откроет, и ты не захочешь пропустить то, что впереди. Оставайся с нами и продолжай получать все, что направляется прямо к тебе. До следующего раза, когда будет еще больше откровений и больше знаков.